Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Я уезжал на несколько, ну, практически на неделю в отпуск. Я был в Выборге и в Петербурге, поэтому несколько там затруднительно публиковать видео. Но сейчас я вернулся, и сейчас воскресенье. Вот только что огласили результаты выборов в Беларуси. Я думаю, что для нас это очень-очень важно. И это повлияет, в общем, серьезно на обстановку в России тоже. Почему я так считаю? Но я внимательно смотрел, наблюдал за тем, что происходит в Беларуси. Я неоднократно был и в Минске, и через Белоруссию проезжал на протяжении долгого времени. Я слушал там радио, естественно, все эти вот сводки с полей. С колхозов веет оттуда социализмом махровым. Но, тем не менее, значит, за последние 15 лет нельзя не заметить, что белорусы стали жить заметно-заметно лучше. И последний раз я в Минске был сколько там? Год назад, по-моему, или там может быть чуть больше. Вот, заметно лучше. Минск очень чистый город, очень красивый. Но, друзья мои, сколько я общался с белорусами, с простыми вот людьми. Я там спрашиваю, ну, там, в отношении к батьке, все. И практически все говорили, да, стал. Просто, да, стал. И сейчас оглашают официальные предварительные данные экзитполов. Ну, то есть, готовят как бы к тому, что 80-82% в Минске проголосовали за Лукашенко. Ну, это нереально, друзья мои. Я вот сколько общался с белорусами, там, ну, с простыми, там, таксист везет, там, значит, там, ругают все, значит, там, какие-то знакомые у меня есть. Поголовно просто все говорят, достал, сколько можно и так далее. Как-то вот в простых беседах. Почему это важно для нас? Потому что, ну, смотрите, ситуация в России, она абсолютно очень похожа на белорусскую ситуацию. У нас тоже уже лидер, который 20 лет правит и сейчас вот готовится к тому, чтобы продлить это же дело. И он тоже уже многих достал. Потому что, ну, сколько можно цепляться за власть? И не просто это власть Путина, да, а это власть окружения, которое просто вот, ну, гнобит, значит, бизнес там в сторону. Все деньги, бюджет распределяется между, в общем, сказать, ну, небольшой группой людей. Малый бизнес не поддерживается. Как сейчас будет работать, когда вот после коронавируса малый бизнес просто, там, ночь ковшов, например, да, длинных ковшей, когда полностью просто можно снести к чертовой матери весь этот бизнес, который просто мешает. И прочее, и прочее, и прочее. Там многочисленные, как бы, ну, когда с грузинскими винами боролись, просто взяли и запретили единым махом. А это чей-то бизнес, ребята, это кто-то торговал этим, просто взяли и выливали эти вина, ну, кто-то их покупал. Кому что компенсировали, ничего никому не компенсировали, просто взяли и объявили политическое, как бы, решение. Ну, не надо заниматься тем, что, как бы, ну, я не знаю, как это объяснить. То есть, идите на почту и работайте, но на почту тоже, так сказать, как бы, зарплаты-то небольшие, то есть, и госслужба не может обеспечить такое количество людей. Вот, ну, я немножечко не о том, я о том, что, что нас ждет. Ну, во-первых, самое ближайшее время, что нас ждет в Белоруссии. В Белоруссии, ну, похоже, что будет заваруха. Я думаю, что, ну, такое чудовищное вранье, я просто не ожидал, что могут так выборы, ну, хотя бы там, ну, 53%, ну, как бы, имейте совесть, ребята, ну, типа, победил, ну, вот так, с небольшим перевесом. Ну, 80%, то есть, поголовное большинство за Лукашенко, хотя этого, ну, нет и в помине, когда он посадил всех своих конкурентов. И, ну, что будет? Смотрите, ну, будет чудовищный, как бы, взрыв волнения, и, скорее всего, Россия поможет братской стране. И оставит Лукашенко, может быть, да, но это будет, опять же, жуткий взрыв возмущения белорусов против России, с одной стороны. А с другой стороны, когда такая же ситуация возникнет в России, а она неизбежно возникнет, потому что, ну, достал, и жизненный уровень у нас улучшаться явно не будет, с чего бы ему улучшаться, когда вот такое болото. У нас не с чего. То есть, инвестиционный климат нулевой, нам никто, как бы, с нами здороваться уже не хочет. Вот. И что? Если Лукашенко может помочь Путин, то Путину уже никто не поможет, и нас это тоже самое ждет. Друзья мои, я не знаю, честно говоря, что делать, чего ждать, но будем наблюдать. Я, мне просто интересно, чем закончится все вот это вот, но явно совершенно, что если, скажем, сейчас Запад начнет суетиться помогать Беларуси, и с другой стороны Россия начнет помогать Беларуси, то это будет еще одна точка напряженности, и еще один повод ввести санкции против России, и Россия снова, естественно, будет объединяться вокруг Путина, за, так сказать, за нашего лидера дорогого, который поможет братскому народу. Беларусь, так сказать, будет бурлить, и там будет оранжевая революция, я думаю, что там, в общем-то, все уже, ну, то есть, точка кипения, мне кажется, вот, накаляется. Поэтому я считаю, что это очень-очень важно следить за этим, то есть, я жду, мне, в общем, сказать, не о беларусах, я беспокоюсь о себе, естественно, то есть, я жду, что против России будут санкции вводиться, какие-нибудь очередные в результате неуклюжих действий России, и это повлияет на весь климат. Ну, я не знаю, что делать, честно говоря, доллары покупать, ну, не исключено на самом деле, потому что, ну, вот, что-то будет. Будем наблюдать, будем смотреть, будем смотреть за ситуацией, я думаю, что все должно разрешиться мирно, в конце концов, потому что, все-таки, ну, более-менее сейчас цивилизованные страны, и там будут переназначены просто другие выборы, уже без Лукашенко, уже независимые, уже с наблюдателями и так далее, когда будет, ну, какое-то волеизъявление и какие-то, ну, реальные, по крайней мере, выборы, потому что то, что есть, это просто чудовищно. Вот, ну, вот такой короткий выпуск сегодня. Напишите, что вы думаете по этому поводу, может, я драматизирую слегка, но вот у меня мысли такие. Ну, напоминаю, что я был в Беларуси, так сказать, на протяжении, скажем, последних лет 20, ну, регулярно. Ну, я проезжал просто Беларусь, но, как бы, я видел, как люди жили 20 лет назад, как люди начинают, так сказать, ну, потом лучше, 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 но, тем не менее, дороги там прекрасные, люди добрые, естественно, все говорят на русском языке, но я вижу ситуацию, это вот, ну, как бы, снаружи, и я говорю, что я общался с людьми, не знаю. Напишите, что вы думаете по этому поводу. На сегодня все, спасибо за внимание, с вами был Демитков Юрий.